Добрый день, уважаемые зрители канала Тактик Медиа. И сегодня мы продолжаем заинтересовавшую многих зрителей тему военного космоса, потому что в гостях у нас Евгений Константинович Бабичев. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Но прежде чем мы начнем, пара коротких объявлений. Дело в том, что большая часть наших постоянных зрителей знает, что канал Тактик Медиа продолжает жить и успешно работать благодаря вашей же поддержке. Не так давно платформа, с помощью которой вы можете нас поддержать, это самый удобный спонсор, наконец-то начала принимать переводы из-за рубежа. Так что все, кто хотел, но до сих пор не имел такой технической возможности, пожалуйста, приходите на спонсор, поддерживайте нас. Это очень важно, потому что помощь наших зрителей является определяющей для нашего канала. И второй момент. Как многие, наверное, знают, 23 марта должен был состояться наш историко-просветительский фестиваль, посвященный освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Но по известным причинам он не состоялся, был перенесен. Новая дата проведения 27 апреля. Поэтому, пожалуйста, посмотрите, можете ли вы его посетить. Если можете, то билеты все за вами сохранены, места за вами резервированы. Пожалуйста, приходите. Мы вас очень сильно ждем. Но если у вас из-за переноса такой возможности нет, посетить это мероприятие 27 апреля, тогда вам нужно написать письмо нам на нашу почту. В описании она есть. Тактик.медиа.yandex.ru И запросить возврат. Другого механизма сейчас нет, потому что мероприятие на таймпэде считается, что уже произошло, и возврат штатными средствами этой платформы невозможен. Поэтому, пожалуйста, пишите. Ну, а лучше изыщите возможность и приходите, потому что ваше присутствие для нас чрезвычайно важно. На этом новости все. Возвращаемся к нашей основной теме беседы. На чем мы в прошлый раз остановились? Мы продолжаем рассказывать о космической разведке США, периода Холодной войны. Речь идет пока о оптической разведке, снятии съемки на фотопленку, пока мы об этом говорим. Две передачи позади, сегодня третья. Еще парочку, наверное. И с короной мы на этом закончим. Впереди, кроме короны, еще много чего есть. Но я думаю, здесь надо будет после короны сделать паузу и рассказать о работах по космической разведке в Советском Союзе этого периода. Чтобы не зацикливаться на американской теме, на полгода, год. Не всем это нравится. Я понимаю. Это важно еще, потому что есть возможность сравнить по свежим следам. Потому что еще в памяти свежо сравнить, как развивалась мысль у них, как развивалась у нас. Здесь и потери логики не будет. Потому что все-таки этапность в развитии технических средств прослеживается как у американцев, так и у нас. И вот на этом начальном первом этапе, на исходном этапе, мы можем как раз остановиться, реализуя симметричный подход вероятного противника, затем нашу технику. Но до этого надо еще дожить. Сегодня мы продолжим по программе «Корона». Уже обсудили технические аспекты, организационные разного рода, связанные с программой «Корона» начального этапа. Ее развитие этой программы. Камеры Кихол 2, Кихол 3, соответственно, на прошлой передаче разбирали. Сегодня мы поговорим о следующем и далеко не последнем этапе развития этой разведывательной системы оптической. Так называемой Кихол 4. Четвертый вариант в программе «Корона» по созданию спутников оптической разведки. Ну, надо сказать, мы обычно в начале передачи делаем разного рода лирические отступления, коротенько. В этот раз придется тоже, и повод тут достаточно серьезный, потому что как раз с началом программы «Корона-4» было связано изменение подходов в США в целом и в военном космосе, в частности, в отношении открытости информации по развитию оборонных программ. Открытости для кого? Для американского? Открытости, ну, в широком смысле, да, конечно. То есть, в какой-то степени и для нас это становилось известно? Ну, мы толком-то и так не вполне понимали. Ну, наверное, в связи с легендированием. Но тут и, собственно, само легендирование, оно приказало долго жить, просто закрылось плащом анонимности, как отдельные обозреватели писали. Только первые два спутника «Кихол-4», о которых мы сегодня будем, подробно, надеюсь, разговаривать, запускались под названием «Дискаверер». Мы помним, что такое «Дискаверер». Это там наука, легенда прикрытия. Но, в общем-то, после этих двух полетов новой камеры, нового космического аппарата, этого значения было снято. Как написали в ЦРУ, после 37 запусков или попыток запуска, легенда «Дискаверер» просто исчерпала себя. С завершением программы «Кихол-3» в январе 1962 года, помните, 37-й спутник «Корона», он, так сказать, неудачно, запуск неудачно завершился. Легенда прикрытия «Дискаверер» стала слишком ненадежна, чтобы ее продолжать. Ну, вот такие вот мысли к этому моменту сформировались, уже оформились. И здесь не последнюю роль, а, может быть, определяющую, сыграли вновь высшие силы. Мы не случайно, не первый раз упоминаем уже этот, ну, так сказать, такой термин. Потому что, действительно, речь идет о интересах Белого дома. Правительство, президента США, 1961-1962 год, это, собственно, срок уже президента Кеннеди, о котором мы тоже в прошлый раз немножечко упомянули. Интерес Белого дома к безопасности космических разведных проектов был стимулирован в конце 1961 года созданием президентом Кеннеди консультативного совета по внешней разведке, возглавляемого все тем же самым доктором Келяном. Ну, помните, при Эйзенхауэре подобный совет был, он немножечко видоизменяется, но задачи, по сути, остаются те же самые. Специально для защиты информации, относящаяся к совместным проектам Минобороны и ЦРУ в рамках национальной разведывательной программы, была введена в действие система контроля безопасности, известная как система Баймен. На ЦРУ была возложена ответственность за администрирование этой самой новой системы. Любопытно вообще происхождение названия Баймен. Ну, мы тут дадим расшифровку, что это такое. Сотрудник Центра специальной безопасности ЦРУ выбрал название из случайного списка, из четырех слов, взятых из файлов ключевых слов ЦРУ. Баймен, ну, как в переводе, человек, работающий под землей. Неизвестно, знал ли тот сотрудник ЦРУ значение этого слова до его выбора, но тут приходит невольная ассоциация с комитетом глубокого бурения Советского Союза. Это шутливо переосмысленная известная аббревиатура. Ну, вот такие вот исторические параллели. В начале 1962 года отношение представителей оборонного ведомства к обеспечению безопасности национальной программы разведки стало меняться от использования легенд, то есть правдоподобных историй, прикрытия военных программ, к философии тотальной секретности. Когда 27 февраля 1962 года с космодрома Ванденберг был запущен первый космический аппарат Корона Кихол-4, Дискавер-38, ВВС заблокировала все существенные детали запуска. Единственное, о чем упомянули, что был факт захвата возвратившейся капсулы в воздухе. После этого запуска по апрель 1962 года в печати в американской появилась серия статей. Но все-таки у них там какая-никакая, по крайней мере, в тот момент была относительно свободная пресса. И они начали полоскать все военного назначения программы, которые Министерство обороны вдруг ни с того ни с сего начало очень старательно камуфлировать, скрывать. В том числе появились сведения о шпионских аспектах программы ВВС Саймос. Это, помните, остаточная программа от программы ВВС W117L. Ее, эту самую программу, программу Саймос, начали ассоциировать с якобы научной программой Дискаверер. Что они выполняют какие-то схожие задачи. Такие подозрения в публичном пространстве возникли. Авторитетный у профессионала журнал Flight International. Он, конечно, совершенно слуху у тех, кто хоть маленечко интересуется космонавтикой, авиацией. 15 марта 1962 года разразился гневно-редакционной статьей. Это одно только название. Балансирование на грани войны в космосе. В ней говорилось. Это 15 марта 1962 года. Помните, да, что за пару лет до этого произошло? Урок У-2, похоже, так и не был усвоен. Это как бы перевод. Мы первыми обратили внимание на очевидную попытку обмана путем неуказания о запуске спутников ВВС США сведений в нарушении согласованных на международном уровне договоренностей, ведущихся со времен Международного геофизического года и Первого спутника. Далее в статье перечислялись запуски спутников США. Это 22 ноября, 22 декабря 1961 года, по которым информации практически не было, никаких подробностей. Ни одному из спутников не было присвоено международное обозначение. И оба спутника были опущены в якобы полном списке космических запусков в докладе президента Кеннеди. То есть президент взял на себя такую ответственность в тот момент. В то же самое время, то есть мы говорим о конце ноября, декабря 1961 года, так вот 11 декабря 1961 года в ООН представитель Соединенных Штатов в этой уважаемой в тот момент организации, Адлай Стивенсон, представил резолюцию, которая, среди прочего, призывала государство, запускающее космические аппараты, незамедлительно, оперативно предоставлять информацию для цели регистрации запусков. То есть это как человек идет против линии президента, или президент дезавуирует своего представителя в ООН. Далее в статье указывалось, мы пока еще про ту самую статью в Flight International говорим, ну, примечательное довольно, что уже в 62-м году, в 62-м году, они говорили про 61-й, про конец, тут же в 62-м году состоялся ряд запусков космических аппаратов, по которым США также не предстали вон необходимую информацию. 21-го и 27-го февраля и 7-го марта. То есть мелькнула дата первого запуска Discovery, то бишь того самого Discovery 38, первого космического аппарата Corona Q-4, от этого самого первенца. То есть о нем тоже информации никакой не было. Редакция Flight заявила, что названные спутники запуски, похоже, были запусками развертанных спутников. Неожиданно, да? Вот, Саймос. Или спутников раннего предупреждения МИДОС. А 21-го и 27-го февраля, скорее всего, были запущены космические аппараты, ну, Discovery в частности, которые несли оборудование тех же самых Саймос и МИДОС. То есть общественность, она фантазировала, конечно, насчет всего этого дела. Что-то там угадывалось, но важны были сами настроения. И разогрев самой темы, да еще и на уровне Организации Объединенных Наций. Ну, надо сказать... Вот это интересно. Настолько отличающаяся ситуация тогда и сейчас, что даже сложно понять, что их не устраивало-то. Ну, занято вроде как государство укреплением своей обороноспособности. Действительно, там вопросы безопасности. Куда они лезут? Для чего? Зачем? Чего они строчат-то в этих своих газетенке? Здесь есть разнонаправленные действия. Вот мы прямо видим. С одной стороны, действия администрации США, которая, во-первых, усиливает оборонный потенциал, во-вторых, его тщательно прячет, камуфлирует от злых русских. При этом, мы это обсуждали, есть встречный информационный поток, который говорит о том, что проблема, связанная с миссайл ГЭП, так называемым ракетным разрывом, то есть, опережением Советского Союза в развитии ракетной техники. Проблема надуманная. Можно выдохнуть и расслабиться. Нет, это не наш стиль. Мы не расслабляемся, мы вооружаемся дальше. Я про США. Далее, есть некая общественность. То есть, это средства массовой информации. Это какие-то независимые эксперты. Это, в конце концов, даже конгрессмены, которые принимают решения по финансированию соответствующих программ, которые тоже имеют свои взгляды на жизнь. И вот, среди всех этих разнонаправленных сил нужно каким-то образом пытаться понять общее направление движения, общее направление развития того, что мы с вами обсуждаем. То есть, в каких условиях развивалась военная разведка США. В каких информационных условиях. То есть, помимо содержательной части, о которой мы тут о железе так или иначе упоминаем, нужно говорить об информационном поле. Почему это происходит? Ну, потому что все-таки это не какая-то жесткая монархия и диктатура, где лидер государства устанавливает единую точку зрения и все обязаны ей придерживаться. Там какое-то в этот момент было разнообразие мнений. И, наверное, это неплохо. Дискуссия общественная, само собой, но она была гораздо глубже. Не только об общественности идет речь, но и о законодательном органе, допустим. И в этих условиях президент обязан был маневрировать, так или иначе пытаясь совместить прямо противоположные, может быть, точки зрения. Ну и вообще говоря, вот это новое увлечение, засекречивание военного космоса в США, действительно поставило их в неудобное положение. То есть попытка усидеть на нескольких стульях сразу привела к тому, что президент публично оконфузился. То есть мы упомянули, что его уличили в том, что и опубликовали во Flight International, что он не назвал в своем там докладе несколько спутников умышленно, которые имели исключительно военное значение. Ладно. После того, как вот это вышла статья, после того, как в ООН поднялась эта волна непонимания, но мы не говорим недовольство, возмущение, это все-таки категории не те, там у них все-таки дипломаты работают. После этого Соединенные Штаты в лице Адлая Стивенсона, ну их представитель есть, вот он, говорящая голова, и вынужден излагать официальные позиции. Видимо, поправили немножечко его. И, в конце концов, США предоставили в ООН сведения по всем этим самым пропущенным запускам. В сопроводительном письме, это прямо вишенка на торте, представитель США Адлай Стивенсон сослался на, прямо цитата, «исправление непреднамеренных упущений в нашем предыдущем отчете». То есть, кого он пнул? Президента своего любимого, нового, который вот такое допустил упущение. Ну, Ельцин в этих случаях говорил, вот я им типа врежу, да, когда меня в самолете не разбудили. Ну, ладно, у них там свои проблемы с президентами. Ну, сам факт того, что они там вынуждены были как-то считаться с ООН, какие-то отчеты там записывать, передавать им о том, что они... Еще и извиняться, по сути. Да, запускали. Картинка радикально отличается. Так, от сегодняшней, ну, хорошо. Проблематика регистрации объектов, ну, мы тут упомянули неоднократно, надо все-таки чуть-чуть расшифровать. Проблематика регистрации объектов в запускаемом космическое пространство официально, так сказать, возникла в 1959 году. Была поднята специальным комитетом ООН по использованию космического пространства в мирных целях. Ну, тогда не было никаких жестких каких-то договоренностей. Была, по сути, джентльмитская договоренность. Были определены несколько практических целей подобной регистрации. Возможность отслеживать объекты, обеспечить возможность уведомления других государств, столкновение космических объектов с воздушными судами, помощь в поиске объектов, возвращающихся на Землю. То есть, эта аргументация, она как бы была в основе необходимости обеспечения регистрации и официального, так сказать, международного наблюдения за космическими запусками. В 1961 году Генассамблею ООН была принята резолюция 1721, закрепляющая уже, ну, хотя бы на уровне декларации, призыв государствам предоставлять информацию о запусках космических объектов в целях их международной регистрации. Следуя из этой резолюции, государства, запускающие космические объекты, начали на добровольной основе направлять в ООН соответствующую информацию. В 1962 году Комитет по исследованию космического пространства издал правила по организации запусков и, ну, как бы закрепил стандарт представления необходимых данных для, по итогам, проведенных запусков. При этом указанное правило особенно подчеркивали важность своевременного и полного представления такой информации. Ну, вот в этом комитете США ранее не последнюю роль играли. И получается, что политика президента, который, по сути, накладывал ограничения на представление этой информации, она компрометировала его же представителей в Организации Объединенных Наций. А в 1974 году, спустя уже, извините, много лет, более десятка лет, пусть и описанных событий, вступила в силу Конвенция регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство. Ну, собственно, 15 сентября 1976 года Конвенция вступила в силу и в соответствии с ней до сегодняшнего дня эти сведения, ну да, представляются. Ну, вот на заре, то с этим, этого всего процесса были такие вот недоразумения с Соединенными Штатами Америки. Публичное обсуждение развитых аспектов американской космической программы, ну, на всем этом нездоровом фоне для них, таком нервозном, привело к тому, что процесс не, как бы, раскрытия информации, а процесс ее закрытия в США, он ускорился. То есть, они пошли по пути перекрытия кислорода всей этой самой общественности, меньше информации, меньше разговоров. Ну, и слава богу, повороты перестанут. Вышла директива Гелпатрика, так называемая, ну, это замминистра обороны, ее номер С520013, ну, мы пару раз еще упомянем его, так, чтобы запомнилось, что это такое. Это произошло 23 марта 1962 года. Эта директива устанавливала политику безопасности для всех военных космических программ и, по сути, устанавливала режим секретности для всех деталей, включая идентификацию, миссию, сферу применения, возможности полезную нагрузку операций по запуску, управлению, возвращению, а также результаты. Все. За благовременное объявление о космических запусках ВВС США и идентификация спутников под кодовыми названиями Discoverer, Midas, Samus, Saint, Anna, Villa Hotel были запрещены Министерством обороны США. Ну, 11 апреля представитель министра обороны публично подтвердил сложившуюся ситуацию и заявил следующее публично. Мы считаем, что рассекретили или раскрыли слишком много конфиденциальной информации. Представитель Минобороны заявил, что новая процедура не даст общественности никакой информации, которую они получают сейчас. Ну, так вот в лоб, собственно, без всякой лирики. Ну, поставили на место и сказали, кто в доме хозяин. После запуска аппарата Discoverer 39 17 апреля 1962 года в Нью-Йорк Таймс на следующий день появилось сообщение о факте запуска, не содержащее даже название космического аппарата. При этом сотрудники службы информации ВВС сослались на изданную накануне, собственно, директиву, согласно которой информация обо всех военных запусках была засекречена. Ну, собственно, она уже таким образом вступила в действие. Против директивы С-52-00-13 Ну, конечно, общественность начала бурно протестовать. Выступили представители аэрокосмической промышленности, пресса, Конгресс. Ожесточенное сопротивление пресса достигло максимума в мае 1962 года. Затем, сословно, нет. Противодействие Конгресса проявилось в виде каких-то двух всплесков эмоциональных в 1962 году и год спустя. Собственно, и все. Все-таки пресса она пыталась какие-то эти информационные бреши пробить в опустившемся железном занавесе информационном в США и на свой лад интерпретировали, что же все-таки происходило за вот этим таинственным всем покрывалом. До 12 августа 1962 года в США было запущено 20 секретных космических партнеров, в том числе 18 в 1962 году. Тем не менее, журналисты, кстати, не только журналисты, в Offline International работали все-таки люди квалифицированные, эксперты, они предполагали, что исходя из тех орбит, которые объявлялись ранее для космических аппаратов военного назначения, эти орбиты были типичны и можно идентифицировать соответствующие аппараты, исходя из внешней траектории информации, которая была получена каким-то другим путем, не из официальных сообщений. Или даже если из них они представлялись соответствующим образом в Организации Объединенных Наций. И четко они сказали, что да, 12 спутников типа Дискаурер, 6 разведенные спутники Сеймос, 1 спутник раннего предупреждения Мидос. Ну и 1 спутник был либо Сеймос, либо Мидос, и возможно его запуск был неудачным. То есть все-таки общественность нашла возможность для себя понять содержание этой самой американской закрытой космической программы военной. 15 ноября 1962 года вышла новая редакция самой директивы С520013. Ну лишь укрепляющая развивающая утвержденную систему безопасности. Ажиотаж в прессе по поводу этих самых отдельных программ засекреченных все-таки утих. Некуда деваться было в этом информационном голоде наступившем. И журналисты потеряли к этим темам интерес. В 1963 году статьи стали редкими. Технические редакторы увлечения шпионами в небе они практически потеряли. Утратили к нему интерес. Общественно смирилась с молчанием Министерства обороны по поводу программ спутниковой разведки. Отныне большинство космических аппаратов военных будут просто запускаться без какого-либо названия. Как написал Джонатан Макдауэлл в журнале Квест плащ анонимности опустился на Ванденберг. До миссии короны 78 в апреле 1964 года программа имела прикрытие одно название программы 162 Затем была переименована программа 241 потом программа 846 То есть все эти попытки не легендирования уже а закрытие переименования даже таких неоткрытых наименований программы этой самой они лишь должны были максимально запутать общественность увести общественное мнение от обсуждений этой самой проблематики и тем самым просто снизить контроль общественности над военными космическими программами конечно чтобы не усложнять им жизнь как мы помним на заседании совета национальный безопас 10 июля 62 года мы же помним все было одобрено 18 пунктов космической политики в области спутниковой разведки та самая директива НСС экшен 24 54 так вот этот самый совет национальной безопасности рассмотрел и вот эту самую директиву гелпатрика о которой мы только что говорили конечно следовало бы упомянуть или там раскрыть целенаправленные усилия США по выстраиванию и внешней политики с учетом военных интересах космосе но это вообще отдельная история и к этому всему нужно в отдельной передаче подходить может когда-нибудь доживем по правде говоря вот мы тут эту мутную историю пытались как-то разложить по полочкам с засекречиванием засекречиванием военных космических программ ну выглядит вполне логично у нас же так и было ну да просто непонятно никаких обсуждений в прессе вообще не было непонятно почему они начали это с того что как бы придали огласки сами эти программы изначально а потом поняли что это было сделано зря остатки демократии видимо пережитки и в общем-то это засекречивание выглядит логичным и вполне соответствует подходу который начал складываться с созданием национального развития управления помните что это НРО и в 61 году когда создали оно было засекречено сразу национальная развития программа которая реализовывалась этим НРО она тоже была совершенно секретной и до общественности даже упоминания не доводилось ну и в конечном итоге все это институциализировали ввели инструментарий в виде программы секретности Байман полностью информационно закрыли от общественности журналистов и международной общественности все эти информационные каналы которые прежде так или иначе функционировали собственно и все оглядываясь назад мы понимаем то создание единой организации космической разведки НРО было объективно обусловлено развитием ключевых технологий ракеты носителей и бортовая аппаратура все-таки в 61 году достигли какого-то минимального уровня зрелости позволяющего решить проблему наблюдения за Советским Союзом наивысший приоритет разведки в глазах руководств США обусловил поручение НРО огромной свободы действий и в области финансов и в области управления так как предполагалось что круг лиц которые будут знакомиться с материалами с результатами разведной деятельности будет достаточно узок то технология разведки будучи чувствительной она нуждалась в том чтобы быть полностью свободной от возможного так или иначе нарушения информационного вакуума НРО было разрешено работать в условиях полной секретности такова позиция США отношение секретности она сохранилась до настоящего времени несмотря на то что время от времени в средствах массовой информации появляются официальные сведения по тем или иным военным космическим программам делающие этот вопрос как бы частично приоткрытым секретом но мы допустили такое достаточно пространное отступление по сути не упомянув еще что такое Кихол 4 говоря о нем нужно вернуться к истории 1960 года то есть еще за месяц до первого успешного возвращения фотопленки с короной помните Дискавра 14 в июле 60 года началась программа разработки принципиально нового космического аппарата кихол 4 идея состояла в объединении двух оригинальных камер корона ну на тот момент это была корона пока еще в стереосистему в объективу каких-то разнесенных стереосистема возможно исходную идею сгенерировала компания айтек осознав целесообразность получения стереоскопических возможностей ну было чего оттолкнуться аксиома воздушной разведки является тот факт что информативность фотосъемки повышается в два с половиной раза при использовании стереофотографии это что значит разрешающие способности в два а в два с половиной информативность то есть что можно с этой пленки вытянуть так или иначе интерпретируя не просто рассматривая каждый пиксель или каждое зерно вот собственно само изображение если ты видишь что это тень то эту тень ты в объеме в стереозрении можешь действительно идентифицировать как тень не просто как какое-то пятно занимающее какую-то площадь неизвестно что там находится это важно ну а как это работало это ну на одном космическом аппарате были разнесены две камеры сейчас дойдем и что это даст на таком большом расстоянии ну допустим на 10 метров если их друг от друга раздвинуть очень правильный вопрос и если вы посмотрите в интернете имеющуюся картинку ну вот покажем и на картинке это имеется очень серьезная ошибка принципиальная потому что стереофотография работает не так как там нарисовано не смотрят два объектива в одну точку с разных сторон у них не та база чтобы на расстоянии там 200 километров можно было что-то там справа слева разглядеть так неправда так это не делается как делается вот сейчас мы будем разбираться формальный облик космического аппарата ну одно дело космический аппарат а другое дело фотоаппарат мы про фотоаппарат сказали что была содержательная идея ой так стереосистему сделать все-таки должно это быть в каком-то там корпусе с этой самой аджиной состыкованно да то есть космический аппарат уже как единая сборочная единица так вот этот формальный облик аппарата был предложен компания лохит миссайлсен спейс осенью 60-го года то есть как бы потихонечку процесс идет несколько месяцев прошло к началу 61-го года предложение лохит получила поддержку на рабочем уровне эту систему лохит предложила назвать джемини близнецы чтобы отличить ее от корона но как-то она дистанцировалась сразу вот эта программа от той которая развивалась ну относительно успешно в тот момент откуда джемини нас еще не приняла это название для второй серии пилотируемых космических кораблей но еще было свободно название название вообще говоря созвездия близнецы концепция лохит заключалась в объединении двух камер с относительным отверстием 3,5 с фокусным расстоянием 24 дюйма в модуле единым модуле под обтекателем и соответственно при одной спускаемой капсуле для двух катушек пленки теоретически система джемини могла бы обеспечить наземное разрешение порядка 6 футов хотя мало кто из участников программ верил что такие результаты будут получены в какие-то кратчайшие время 24 февраля 61 года Юзеф Чарык я прошу прощения если не ошибаюсь то предыдущий вариант это вот было около 30 футов разрешающей способности там мы говорили про пример 12 метров то есть вообще говоря чуть ли не для картографии это было разрешение первоначально поэтому когда говорят о разрешении в несколько раз лучшим то это прямо такой революционный прорыв прогресс но до этого надо было еще дожить 24 февраля 61 года первый директор национального управления военно-космической разведки США НРО фамилия его Юзеф Чарык одобрил работу над шестью стереосистемами Си Трипл Прайм ну и помним что такое Си Трипл Прайм да это Кихол 3 Зачем эти стереосистемы еще шесть штук в 61 году Оказывается если мы вернемся чуть-чуть назад на полгода там мы говорили о том что в стереосистему собирались поставить две камеры корона корона развивалась появилась концепция Си Трипл Прайм вместо этой самой первой самой короны и в стереосистему уже увидели смысл включить именно ее эту усовершенствованную камеру где не полностью объектив раскачивался возвратно поступательно в ту иную сторону и раскачивался космическая аппарата где объектив тяжелый объектив вращался внутри какого-то космического внутри фотоаппарата а попеременно поступательное движение совершал затвор мы это видели на видеозаписи во время прошлой передачи то есть решили в стереосистему все-таки включить не первую камеру а камеру которая прошла определенную модернизацию Си Трипл Прайм к апрелю 61 года программа Си Трипл Прайм была официально утверждена компания АйТек параллельно с созданием этой самой камеры для Кихол 3 в 61 году разработала систему состоящую из двух камер на общем креплении то есть то о чем мы сейчас говорили 9 августа 61 года был заключен контракт вступивший в силу марте 62 года на новую конфигурацию камеры получившего название Кихол 4 или Корона М или Мурал фреска стенная роспись слово в русском языке последние годы мелькает настенная роспись она стала известным видом творчества в Кихол 3 как показала стереосистему стереосистема в Кихол 3 никак не показала в Кихол 3 работала Кихол 3 это была камера Си Трипл Прайм так вот если взять этих камер 2 получится Кихол 4 Понятно Такая логика поверх нее конечно накладывается огромное количество технических нюансов до которых нужно было дойти поэтому нельзя было спешить Система М или Кихол 4 это то же самое составила из двух камер на общем креплении с углом раствора 30 градусов Что они под углом смотрели если посмотреть сверху то получится что передняя камера если их две рядом поставить передняя камера наклонена вперед задняя отклонена назад соответственно объектив передней камеры он смотрит назад объектив камеры задней будучи наклонен назад смотрит вперед между ними измените огромнейшее расстояние между теми полосами местности которые сканируют эти самые камеры они не смотрят одновременно на один и тот же объект они смотрят на объекты разные но поскольку камеры движутся месяц космическим аппаратом они передние задние камеры соответственно последовательно снимает полоски местности и примерно через шесть кадров эти полоски начинают друг на друга окладываться вот в этом вот и есть собственно стереорежим что они смотрят под разными углами на 15 градусов вперед и соответственно зад угол раствора между осями между плоскостями в которых находится камеры передние задние 30 градусов то есть один и тот же объект они как бы видят немножечко с разных ракурсов но не одновременно спустя какое-то время понятно за это время он не сильно изменится скорее всего что позволяет в стереорежиме разглядывать местность целиком не какую-то там отдельно взятый объект целиком всю местность каждая камера получила фотопленку с отдельной катушкой 40 футов пленки установлен на задней стороне основной пластины камеры пленка панорамный экспонировал с вращающимся объективом в секторе 70 градусов ну механику мы видели в прошлый раз что это такое фотоаппарат сам представляет из себя такую как бы большую такую шайбу довольно тяжелый внутри крутится объектив а сверху протягивается пленка объектив вращаясь через там систему затвором назовем ее так через какую-то там щель соответственно пускает поток света с изображением с земли из тех объектов которые наблюдаются данный момент и на эту протягиваешься пленку проецирует а само изображение фактически таким образом изображение это переносит что-то еще объяснять все понятно все это все это мы видели так после экспонирования пленка с каждой камеры подавалась на отдельные приемные катушки в общую кассету возвращение пленки осуществляла с помощью одного и того же возвращаемого аппарата срв то есть срв стал уже многостаночником тот же самый аппарат который спускал discovery 13 флаг для президента эйзенхауэр discovery 14 1 с пленку да и пленки то немного было до километр вот а здесь получается было две отдельные катушки 40 фунтами пленки мы помним что пленку американцев измеряется не в метрах а в фунтах видницах массы ну что было с эти удобнее для расчета массы полезной нагрузки камеры вертикального обзора фотографировали цель проходя над ней последовательным перекрывающимися полосами концепция предусматривала фотографирование каждого участка дважды задняя потом передней камеры сначала камера прямого обзора фотографировала пола полосу под углом 15 градусов от вертикали примерно через шесть кадров камера направлен назад фотографировал тот же участок под углом 15 градусов от вертикали тоже но как будучи наклонены другую сторону но мы понимаем что космические фотоаппараты стояли перпендикулярно направлению полета соответственно сканировали полосы которые располагались тоже поперек плоскости движения космического аппарата вот и таким образом даже с наложением можно было дважды отсканировать достаточно приличную территорию пленка то много помещалось при правильном совмещении двух полученных фотографий одного и того же участка или объекта оператор создавалось впечатление что фотография трехмерная для стереофотографии требовалась одновременно работа обоих приборов интересно как там этой грипп то хватало все время было резкости или все-таки по краям были какие-то размытые области получается что расстояние из того что камер смотрят под углом разное в разных участках кадра от камеры все-таки фокусировка она должна была обеспечить чтобы фокусе были все одновременно участки снимаемого соответственно объекта во всей полосе наблюдения это было достигну достаточно сложно безусловно и если на фотографии посмотреть наверно краях изображения можно заметить какие-то не сфокусированные детали скорее всего какую-то размытость но это не очень не очень заметно честно говоря и гораздо больше проблем вызывали там другие технические сложности которых мы тут тоже упомянем интересно посмотреть до фотографии а любители конечно в так фотографии могут все это посчитать получается все данные известны и там фокус на расстояние на расстояние фокусировки и что там еще нужно знать для расчета этого гриб ну нет мы сейчас говорим не для людей которые слишком хорошо глубоко в теме пытаемся на пальцах объяснить эту технику которая в тот момент все-таки делала первые шаги она показывала свою эффективность и эти технические решения были признаны перспективными проработали достаточно много ну для таких людей достаточно будет просто фотографий я их тоже посмотрю все будет понятно и про гриппа рассказывать мы не будем не надо пугать людей непонятными терминами так мы упомянули что для стереофотографии нужно две камеры что произойдет если одна выйдет из строя ничего страшного будет обычное двумерное двухмерное изображение как при предыдущих киху 3 ну правда фотоаппарат наклонен будет да но с этим научились бороться конфигурация системы м из двух камер дополнительно повысила надежность всей системы корона поскольку камеры работали сканировали в противоположных направлениях но объективы вращались повращались противоположные стороны значит как бы происходило компенсацию любых рабочих дисбалансов и тем самым улучшался общий динамический баланс системы то есть не трясло аппарат если у тебя два тяжелых массивных объекта вращаются противоположные стороны гасятся вращательные моменты система м было способна выполнять задачу в течение 6 7 дней по сравнению с трех и четырехдневными периодами работы c triple prime то есть киху 3 ну и более ранними одноневными миссиями система была рассчитана на номинальные высоты 110 морских миль но 200 километров ладно динамическое разрешение составляла 80 110 линий на миллиметр мало о чем говорит но мы примерно понимаем какое разрешение в этот момент был достигнут и поэтому тут никаких революционных прорывов ожидать не стоило то же самое что у киху 3 пасу самое главное это говорить сумели они все это вернута все эти катушки да ну конечно насчет всех тут конечно сложно сказать да почему сложно не сложно это мы как раз об этом поговорим во время работы системы мурал мурал м кихол 4 были введены и другие значительные совершенствования программе корона одной из них помощи в интерпретации для того чтобы читать фотографии фото интерпретатор ну это человек который дешифрует космические снимки должен уметь определять для каждого кадра участок земной поверхности который изображен на снимке идентифицировать что это такое кусок чего собственно сфотографировали его масштаб и геометрию проще говоря он должен знать где находится аппарат и как он был сориентирован в пространстве в тот момент когда делал снимок до 62 года участок земли покрываемый конкретным кадром фотографии определялся путем объединения данных об орбитальной траектории аппарата и времени срабатывания камеры ориентация или положение аппарата на орбите определялись по фотографиям горизонта сделанным в конце каждого второго кадра с помощью камер горизонта которые входили в систему камер корона но мы об этом не упоминали хотя может быть стоило действительно сказать что помимо основной камеры корона тоже несла несколько камер вспомогательных камеры горизонта в течение срока службы системы мурал систем были введены две фотокамеры низкого разрешения сначала камера индекс на и так называемая а затем камера индекс на и звездная ну и стеллар называют индексная камера впервые была установлена первый же кихол 4 короне 38 дисковера 38 моджи первая камера звездная индекс на на кихол 4 корона 52 корона 52 извините 30 сентября 62 года но зачем это надо было для того же самого только с более продвинутых технических позиций это делалось индексная камера диаметр объектива 4 сантиметра фокусное расстояние 38 миллиметров кстати как любительский фотоаппарат ну там не 50 миллиметров получается 40 миллиметров пошире ну почти 38 разрешение на местности 162 метра ну вообще плохое разрешение да ну так она же не для того чтобы объекты какие-то разглядывать и просто ориентироваться и охват кадра 308 километров на 308 соответственно дело мелкомасштабные фотографии области которая покрывалась в гораздо большем масштабе последовательными развертками панорамных камер мелкомасштабные фотографии используемая вместе с орбитальными данными упрощала задачу совмещения панорамных фотографий с местностью выражаясь проще индексная камера делала снимки меньшего разрешения на большей площади они использовались для того чтобы понять куда основная камера смотрит изображение звезд сняты звездной камерой в сочетании с изображениями горизонтов снятые горизонтными камерами но которые уже на короне использовались 1 обеспечивали более точное определение ориентации аппарата на орбите эти дополнительные камеры обеспечивали фиксированную фиксированную геометрическую привязку которую можно было использовать в построении и коррекции панорам ну с более высоким больше фокусным расстоянием и более высоким разрешением снимков восторг технический восторг да здорово но мы говорим про совершенствование это не значит что американцы такие молодцы что вот они первыми и с этим с единственными до этого додумались вот у нас были вещи не хуже а то и покруче наверное я не про то что как они там нас опередили или прочим не просто нравится вот развитие человеческой мысли что люди научились математике научились астрономии научились все это считать прогресс когда спросили нашего президента что же делать с маском ничего с ним не сделаешь его не остановить вот так собственно и прогресс целом остановить нельзя может не туда завести конечно это опасно хотя камеры индексные камеры столкнулись с ранними проблемами в конечном счете звездная камера превратилась в ценный инструмент для интерпретаторов фотографий звездная камера мисс вместе с индексной камер устанавливались на л-образной раме жестко ну их взаимная очень жесткая привязка обеспечивалась специальными устройствами под названием гониометр на земле выполнялась очень точная подгонка по месту этих камер так чтобы было четко понятно что они там в конце концов будет снимать за их займа взаимное положение нужно было очень точно зафиксировать измерить это обеспечивалось специально высокоточной техникой прецизионным гониометром транспортир вот он гониометр транспортир с палочкой но это такой упрощенный вариант да она конечно посложнее там эта калибровка в сочетании с известным временем экспозиции затворов всех камер ну то есть мы помним что это основные панорамные камеры индексная камера звездная камера ну какие-то горизонтные еще то есть много да значит вся эта комбинация значит она позволяла четко установить положение космического аппарата пространстве для каждого фотографического снимка позднее панорамные камеры корона еще были геометрически откалиброваны что дополнительно улучшило картографический потенциал ну как-то делалось я не беру судить желающие могут попробовать поискать документов много что такое вообще геометрическая калибровка хоть в первом приближении это что значит ну имея тасать в прошлой жизни отношения к оптическим прибором могу сказать что гестировка оптического прибора она предусматривает определенные изменения положения оптических элементов для того чтобы достичь требуемых показателей точности их работ видимо здесь проводила что-то об этом речь не хорошо ладно давайте внимательный слушатель заметил что не было сказано каким образом попадали же на землю снимки снимки но мы знаем что снимки с панорамных камер они сматывались в катушки помещались в спускаемый аппарат и на землю а здесь разве нет а со звездные камеры а с индексной камеры у них не было специальных никаких пленок специальных каких-то катушек то есть их фотографии они помещались на тех же самых единых лентах фото пленки на которая проецировалось изображение с панорамных камер и извините представьте теперь какой должен быть лента протяжный механизм чтобы обеспечить согласованную съемку на одну пленку с нескольких камер вот это решение сложных технических задач когда все эти далеко не простые сами по себе механизмы должны работать синхронизировано и не допускать даже в условиях космоса и условиях может быть вибрации предыдущие во время запуска ну какие-то должны еще каких-то помех не перехлёстываться до получается да они должны на свободных участках этой пленки как протягивать эту пленку пленка то вакууме извините тянется да то есть достаточно все равно как говорят условия космоса они наверное не столько сводится к тому что там холодно в конце концов можно прикрыть снаружи корпусом и за счет работы механизмов внутри электроники какой-то температурный уровень будет до так или иначе поддерживаться в конце чтобы не было уж совершеннейшего минуса пленка при минус 200 наверно плохо будет себя вести а вот а что касается вакуума это проблем было как его решили мы дальше узнаем первый запуск кихол 4 корона 38 состоялся 27 февраля 62 года скандальный запуск да мы знаем почему миссия по сути удалась хотя вспомогательная кадрирующая камера не работала правильно первый полет мурал был успешно завершён несмотря на отказ теплозащитного экрана отделиться при входе в атмосферу ну обычные технические проблемы чувством сделаешь первому запуску кихол 4 которая позволила делать стереофотографии с орбиты в сша придавали и придали столь высокую значимость что стали называть это явление главным прорывом в космической разведке то есть мы говорили о августе 60 года когда были первые снимки получены так вот оказывается прорыв то состоялся феврале 62 года спустя там ну два года до почти то есть но когда стало хоть что-то понятно что там вообще да какую-то информацию можно вынести они просто гору от черного моря внедрение система м знаменовала собой важный шаг вперед в программе корона то есть мы говорим об этапе корона кихол 4 это был все-таки серьезный этап качественный этап одной из целей и результатов первого завска корона кихол 4 было фотографирование химических заводов в горьковской области советского союза это была уже информация ну вполне себе полезная для них вообще надо сказать что практически по каждой миссии корона но и уже рассекретили в девяносто пятом всю программу в открытом доступе имеется отчеты национального центра интерпретации фотографий на пик то есть той организации которая совместно с цру занимал собственно извлечением полезной информации за это фото пленки получили кстати фото пленка такой ширины было помнить 70 миллиметров все узенькая пленочка но не как фотоаппарате бы того но обычным ну вот 70 миллиметров это немного кроме того доступные так называемые национальные разведывательные оценки это аналитические обзоры по определенным темам которые директор центральной разведки на тот момент центральной разведки была цру представлял совету по разведке сша но это отдельный орган такой специфический дальнейшем менял название туда входили министры заместители руководителей федеральных ведомств которые вообще формулировали задачи для этой самой космической разведки но председателем был все равно директор цру этого собственно совета так вот в этом обилие информации то есть если мы говорим об отчетах цру да еще теперь об национальных развитых оценках легко утонуть ее действительно очень много но мы стараемся ограничиваться внезапно 28 марта 62 года то есть через месяц после первой успешной миссии кихол 4 цру приказала лохит прекратить все работы над этой самой стереосистемы связи с нарушением порядка согласования и утверждения программы как-то не очень верится что из-за бюрократических каких-то накладок такую программу эффективную можно загубить на самом деле был конфликт интересов картографическая служба армии заявила протест опасая опасаясь вмешательства в планы проведения картографических миссий аргон ну до аргона мы еще доберемся что это такое но это аппарат подобной короне который просто снимал в мелком масштабе в интересах картографии но все это дело курировалась армии сша который очень ревниво смотрел на всех этих црушников вот которые вдруг полезли в их так сказать в картографическую сферу беспокойство картографической службы могло быть вызвано включением камеры со звездным индексированием айтак в состав полезной нагрузки мурал вот то есть они друг друга так следили друг за другом ревнивы все эти военные ведомства которые занимались разведки получали разведку информацию в данном случае это привело к конфликту проблема заключалась в том что армия и разведное управление министерство обороны по-прежнему хотели развивать и использовать спутниковую картографическую систему независимо от национального разведывательного управления тнр очевидно ситуация носила скорее какой-то такой формальный характер легко улаживалась но технически тут проблем не было нужно было утрясти это организационно там чтобы большие люди меж собой договорились но это в конце концов быстро удалось и не повлияло на дальнейшие работы по кехол 4 но хотя нервы кому-то попортили как оригинальная корона исходная корона м задумывалась как промежуточная версия но средства спутниковой разведки было задумано как целесообразное средство для временного временной стереосъемки территории противника такого был взгляд ну как бы с верхних уровней то есть параллельно шли работа по созданию более совершенных средств разведки в офисе корон и в проектных организациях айтек и лохит корона м представляла собой ну какой-то целесообразный промежуточный вариант достижения как бы конечной цели получения развитой информации на высшего качества более сложными дорогостоящими системы которые в тот момент находились в разработке в марте 62 года вскоре после первой миссии корона айтек предложил при поддержке цру систему м2 мураловая состоящий из спроектирована систему мурал с одним 40 дюймовым объективом относительным отверстием три с половиной тоже проецирующим изображение проецирующим изображение на две фотопленки то есть не на одну а на 2 это как бы другое техническое решение уже нежели то которое реализовывалось в камере кихол 4 два фотоаппарата две пленки тут один объектив и две пленки но в июне 63 года специально созданной комиссии заявила цру что м2 это неразумная инвестиция по сравнению с различными альтернативными способами улучшения производительности корона проект айтек однако не исчез и появился год спустя в другом обличье об этом был будем говорить позже целевая установка что корона м будет не более чем временным решением сформировалась как следствие существования проекта сэймос мы его еще не забыли сэймос е5 который был задуман как значительно более сложный проект с более высоким разрешением но он не оправдал надежды мы постоянно про него говорим упоминаем этот сэймос мы еще не знаем что это такое надеюсь о нем тоже когда-нибудь попробуем поговорить в то же время на корона м стали возлагать надежды в плане осуществления картографических миссий в связи с неудачной отработкой этого самого аргона на который очень сильно ставила армия сша какой-то видимо компромисс был не достигнут вторая миссия корона дисковера 39 началась 17 апреля завершил успешным перехватом в воздухе спустя три дня после запуска была потеряна телеметрическая связь со ступени аджины было принято решение о досрочном возвращении капсулы вот собственно поэтому всего три дня она там интересно что цена то этих снимках то получается с ученом того что аппарат сгорает до аппарат но фотоаппаратик то маленький чушь там говорить опасом этот ну да тоже сравнивать с нашим зенитом по сравнению с ним конечно совершеннейший лилипуты несерьезный какой-то аппарата тем не менее достаточно выдающихся результатов с его помощью удалось достигнуть на пленке с борта этой второй миссии были показаны изображения аэропорта но американского города сакраменто на котором можно было различить двухмоторные четырехмоторные самолеты также автомобили что способствовало такой несколько преждевременной надежде что с помощью ночи таки холл-4 можно будет скопление техники достигнуть разрешения 7 футов ну то есть кихолл-4 начала показывать ну такие выдающие для своего времени результаты второй полет кихолл-4 если кто еще не забыл все же помнят что это был последний полет под легенды discover все последующие уже никакими discover не были они были просто коронами но к естественно в секретной документации но даже у сейчас вот в интернете вот эту как раз историю с изменением наименований отменной наименований discover легко отследить во втором полете был осчислён сдвиг стандартной орбиты корона с наклонением 82 градуса до 74 то есть мы знаем что с авиабазы ванденберг запускались на приполярную орбиту спутники а здесь наклонение зачем-то понизили зачем возможно в это было связано с перечнем приоритетных целей может быть для того чтобы нести больше полезной нагрузки непонятно что же интересовало в этот раз в этом полете известно в этом полете как и в двух более ранних шестьдесят первого года и в двух последующих шестьдесят втором году были отсняты и хранилищ ядерного оружия вблизи города бердичев теперь эта территория как бы независимой украины между первоначальным успехом корона в феврале и концом июня 62 года с ванденберга были запущены шесть аппаратов в этой конфигурации из них четыре оказались успешными но поскольку была доставлена отснятая пленка запуск короны 40 это апрель шестьдесят второго года закончился отказом спасательного парашюта и утраты капсулы очень успешные орбитальные операции миссии запущенной второго июня завершились неудачи при возвращении здесь уже надо сосредоточиться и вспомнить о чем мы говорили ну какое-то время назад одна из выдвинутых штанг спасательного такелажа самолета ударился парашют и капсула рухнул с высоты 12 тысяч футов в океан утонув прежде чем водолазы спасатели успели до нее добраться если помните мы раньше говорили о существовании такого рода проблемы что такелаж спасатель такелаж самолета вначале оси 119 потом си 130 он все-таки приводил к таким вот вещам и стали они сказываться почему-то именно на кихол 4 раньше раньше не попадались упоминание об этом три из четырех в основном успешных миссий о которых мы тут говорили были омрачены различными неисправностями с видимо индексной камерой ну которые были конечном итоге связаны с неисправной конструкции затвора кихол 4 корона 42 30 мая 62 года слетал успешно но пленка была несколько испорчена коронным статическим разрядом ну между прочим такая информация дана у джонатана макдаула однако о нро историк нро роберт перри указал что следы коронного разряда впервые были отмечены по летной пленке миссии 9040 запущенной 27 июня 62 года мы уже говорили и сейчас упомянем и в следующий раз и в дальнейшем не раз еще бум спотыкаться об эти несоответствия что так понимаю связано с тем что в самих источниках были какие-то разночтения историки пользовались источниками которые совершая в себе содержали какие-то ошибки но и само переписывание эта информация но тоже как мы в дальнейшем убедимся тоже ведет к каким-то искажением во вторичных этих текстах ну вот это вот одна из такого рода ошибок как бы то ни было с этими разрядами статического электричества или коронными разрядами что-то надо было делать айтек проконсультировался с нобелевским лауреатом доктором эдвардом перселом членом научного консультативного комитета а какие элементы его провоцировали непонятно в конструкции то есть что начинала там отвечает светку давать доктор персел определил проблему как следствие движения пленкой с высокой скоростью над резиновыми роликами в вакууме что создает по сути генератор ван-де-граф ван-де-граф наберите в интернете узнать что такой генератор ван-де-граф пленка проходя над роликами захватывала заряд затем заряд высвобождался над пленкой что собственно вызывало но такое паразитное свечение приводившие к засветке через это внутри получается вот камеры было на не снаружи там нигде внутри камеры прямо возникал разряд да он возникал на поверхности пленки что вызывало ее частичную засветку хотя это доктор персел успешно определил проблему он не смог подсказать как с ней бороться никаких решений предложить не смог наконец после экспериментов с многочисленными разновидностями резиновые смеси был найден источник подходящей резины совместными усилиями техников и производителей из айтек и производителей резиновых роликов то есть если мы говорим о том что из какого-то хранилище пленки в этот вот спускаемый аппарат через фотоаппараты пленка протягивается по очень сложной траектории там были в этом линдопротяжный механизм многочисленнейшие ролики которые должны были в вакууме работать не клинить там не сохнуть на пленке следов не оставлять а теперь оказывается они еще приводили к тому что передавали на эту пленку пленку статический заряд и раз там были заряд из трущиеся элементы до возникал статический заряд ну правильно электрон это янтарь это еще греки открыли своими янтарным палочками получая статическое электричество еще 2000 лет назад благодаря обширной программе испытаний были идентифицированы те ролики которые избегали коронного разряда в смоделированных условиях полета хотя точная причина научная причина этого не была выяснена так досконально но эмпирическим путем удалось до этого добраться до правильного решения после того как новые ролики были введены в систему был разработан и включен блок подпитки давления здесь мы говорим уже про атмосферу про температуру в космическом полете мы уже чуть-чуть тут зацепили тему теперь про вакуум но если вы можете назвать абсолютную величину какая там температура в этом не скажу это военная тайна вы что надо к ним обращаться хорошо так после того как новые ролики были введены в систему было разработано включен блок подпитки давления они газ туда напускали а зачем хороший вопрос этот прибор поддерживал заданное давление газа при котором не происходило бы коронного разряда понятно при этом этот блок всегда рассматривался как резервная система поскольку основным требованием значит к камере было ее способность без всякого это блока подпитки обеспечивать получение нормальных камер без всяких этих эффектов коронного свечения без коронного разряда а что за газ то неизвестно но азот скорее всего то есть что было похоже чем-то на воздух да ну это нейтральное что-то должно быть вообще говоря сухое достаточно вот и вообще если мы говорим о разного рода фокусах и экспериментах глубокой науке здесь могло и не быть они просто методом проб и ошибок подбирали то что работает подобрали ну хорошо молодцы вообще конечно насчет именно коронного разряда есть сомнения поскольку это разновидность газового разряда возникает при сравнительно высоком давлении воздуха порядка атмосферного то откуда он там возьмется то в условиях вакуума есть еще искровую дуговой тлеющий разряды это все разряды электрические разряды в газах даже в вакууме проскакивающие кита искры они вызываются тем что возникает некие пары металлов от электродов которые и позволяют осуществить пробой вакуума этого самого то есть чистом вакууме никакого разряда ни тлеющего ни коронного быть не может тлеющий разряд возникает в разреженном газе при давлении газа в несколько десятых долей миллиметра ртутного столба примерно в 10 тысяч раз меньше атмосферного давления то есть может быть это был тлеющий разряд ну как раз вот все и с тем что остатки код атмосферы земной в этом аппарате оставались мы не знаем степени у герметичности вряд ли уж его там герметизировали уж сильно строго потому что через фотоаппарат пленка протягивалась ну да и весь объем космического аппарата он не был герметичный в принципе не был даже если фотоаппарат загерметизируешь эти щели через которую идет пленка ты точно не сможешь сделать сделать герметичными короче лобер нобелевскому лауреату виднее коронный так коронный будем называть разряд кого связано с ну с какими-то накоплениями статического электричества ну если уж сам этот нобелевский лауреат он нашел какие-то налоги но науку этого процесса в точностью не смог воспроизвести до сих пор кстати на этот счет есть разные мнения и до сих пор выходят статьи соответствующие любопытно посмотреть высокая наука этим занимается почему в условиях космоса происходят такие вещи связанные с непонятного рода электрическими разрядами ну мы с вами разобрали технику железо пресловутая в принципе эту тему с железом можно благополучно закрыть какие-то усовершенствования конечно были этого кихола 4 в процессе эксплуатации но это уже малозначим по ходу может быть что-то упомянем поэтому оставшееся время передачи текущей чтобы не переносить уже кихолу дальше кихол 4 дальше мы просто поговорим о целях и результатах этих самых миссий безусловно все миссии мы охватить не сможем а сколько позволит 26 26 да да поэтому будем говорить не о каждой вот ну потом чуть-чуть обобщим корона 43 запущен 2 июня 63 года спускаемая пленка с капсулой была возвращена спустя три дня но парашют был поврежден спасательный оборудование самолета спасателей капсула упал в океан и затонула известные тема уже нам то есть это было уже как бы вторая почти подряд корона поврежденная такелажным оборудованием при спуске упала в океан и настанула корона 45 7 полет мурал в миссии к холл 4 к и холл 490 38 стал первым запуском новую ступень ракета джена д ракета джена д была более мощной чем предыдущая использовавшаяся версия джена б и создавался уже на стационарной производственной линии то есть не на коленке делалось как предыдущие джена и под каждый конкретный запуск а это была уже производственная линия созданная для серийного выпуска вот этой самой ракеты но мы и договорились называть ее ракеты эту вторую ступень разгонный блок неважно джена д должна была поступать на вооружение в качестве стандартной разгонной ступени в течение четверти века обеспечивала выход в вывод в космосе только там шпионов американских но и таких на миссии исторически как маринер с 3 по 5 это шестьдесят четырех шестьдесят седьмое года лонар арбитр с 1 по 5 шестьдесят шестьдесят седьмое года нимбус 3 4 6 9 10 сисап 1 78 год очень такой многофункциональный получился у них девайс много где использовался целью полета короны 45 этой самой с дженой д был космодром байконур спускаемый аппарат был возвращен через четыре дня но пленка сильно пострадала от коронных разрядов индексная камера не дала результатов ну которая мелкоформатная мелкомасштабная не дала информации из засветки таки холл-4 корона 46 21 июня 62 года цели миссии включали поиск межконтентальных баллистических ракет советского союза вдоль транссибирской магистрали и в регионах центральной азии европейской территории россии снова коронные разряды и вуалит радиации по реальное качество фотографий к холл-4 миссия корона 47 июнь 28 июля 62 года радиационный туман и разряды статического электричества но беда радиационный туман радиационный туман радиационный туман дойдем и до радиационного тумана тоже миссия 9041 корона 48 2 августа 62 года основные цели снова ракеты вдоль транссибирской и полярно-уральской железнодорожных магистралей а также поиски района противоракетной обороны на камчатке я думаю не нашли ничего там было искать но они про это еще не знали ну или мы не знаем что там было не буду не ручаюсь кроме того производственные комплексы иркутско-ангарский мурманско-кольский архангельско северодвинский военно-морские комплексы полигона капустин яр байконур и сыры шаган а также симпиолатинский ядерный полигон коронные разряды радиационный туман вновь повредили изображение в миссии корона 49 августа второго года радиационный туман на фотопленке был минимальным но управление аппаратом было неустойчивым наконец самый что называется с радиационным туманом был косячок у короны кехол 412 корона 51 17 сентября 62 года она стабилизировалась на неожиданной высокой орбите 207 на 670 километров угол наклона 81 90 градусов то есть орбита была как бы сильно вытянуты зачем-то по сравнению с запланированной орбиты 207 на 446 километров но все с неисправностью измерить этой скорости и начала неоднократно проходить сквозь остаточное излучение высотного ядерного взрыва морская звезда 62 год это еще ядерные взрывы в космосе мы эту тему затрагивали затрагиваем в очередной раз она от этого не испортится но это как бы взгляд с другой стороны на эту самую практику ядерных взрывов в космосе этот взрыв был проведен сша 9 июля 62 года на высоте 400 километров и концентрация заряженных частиц в радиационном пусть земли увеличилась на 23 порядка вот отдельные люди в журналистской среде в частности они слова порядок они не очень понимают когда говорят на 23 порядка имея ввиду 20-30 процентов это неправильно и это не в два-три раза это извините меня 23 порядка это соответственно в сто в тысячу раз на представьте тысячу раз радиация больше обычно как еще говорят два порядка часто имеется в три-четыре раза почему-то вот так что-то да ну ладно это вообще понимание в общем не и дети взрывали свои взрывы а теперь они в конгрессе пугают всех что это мы грозим всем поместить ядерное оружие в космос про то что сейчас происходит лучше мы говорить не будем самому интересно до комментировать то что самому интересно о чем не знаешь это профанация не надо делать короче поэтому никогда не будете популярные лекции выпускать на ютубе но зато дольше проживут но вот это неприятности с ядерным взрывом высотно морская звезда привели к выходу из строя десяти космических аппаратов что касается корона 51 то здесь из-за высокой радиации произошла случилась неисправность затвора и после однодневного полета спускаемая капсула была возвращена одной из целей была камчатка на полученных фотографиях наблюдали следы коронных разрядов радиационный туман вот он собственно и разгадка этого радиационного тумана радиация засвечивает пленку это я думаю знают все вот кто проходил через там аэропорт там камера все эти досмотра багажа и боялись за свои фотопленки когда они еще были в ходу ну много разного рода других было миссии с разного рода целями так мы становимся на том что действительно может быть интересно так китайские урановые рудники было дело чё пусть не обижаются наши друзья нынешние и становились тоже объектами съемки в корона 56 корона 58 ноябрь 62 года и далее неудача произошла с короны 57 4 декабря 62 года был запущен после двухдневного полета спускаемый аппарат направлен к земле в очередной раз отказал парашют задев такие лажен 6 самолета это уже третье мы насчитали до корона 4 которая корона кихол 4 которая пострадала из-за такие лаженого оборудования и спускаемый аппарат затонул в тихом океане был потерян вот корона м кихол 4 она же до концу 62 года увеличила число успешных миссий до 10 но учитывая столь диаметральные результаты конкурирующих проектов можно четко было понять что последствия были неизбежны ввс и нро закрыли программу с эймас е6 как следствие промежуточная рассматривающаяся прежде промежуточная программа кихол 4 корона м стала единственной поисковой системы широкого захвата из-за имеющихся на тот момент в распоряжении развития на сообщества так примечательный полет ну относительно примечательной кихол 4 62 полет по программе корона длился три дня был успешно завершён перехватом воздухе получением наилучших на тот день изображений возвращение было досрочность за отказы усилителя мощности но это как бы чувство ничего особенного случается так вот на примере этой миссии можно увидеть как разведка сша фиксировала изменения по интересующим ее объектам в частности в ходе данного полета вновь спустя 14 месяцев после съемки кихол 4 номер один то есть корон 38 были отсняты химические предприятия в горьковской области что послужило основой для подготовки специального отчета национального центра интерпретации где было отмечено что идет активное расширение предприятий но они в геометрические характеристики активность строительной техники объемы земляных работ то есть они анализируют реально что происходит с объектом и исходя из этого анализа делают достаточно свои там серьезно заключение для политического руководства что происходит с промышленностью советского союза что там за предприятие что она производила но видимо что-то имеющее отношение к обороне так или иначе наверное теперь корона 65 12 июня 63 года кихол 421 был запущен с помощью ракеты-носителя тор салв 2а от жены д это был уже второй успешный пуск но у носителя то есть первый успешный пуск он был с другим аппаратом с кихол 6 про который мы еще ничего не говорили ну здесь мы имеем ввиду уже повышение грузоподъемности повышение возможностей национальных средств введений сша по доставке более тяжелых развитых спутников может быть больше пленки загрузить можно было при этих условиях последний полет кихол 4 мурал 26 был выполнен 21 декабря 63 года капсула срв была перехвачена воздухе на тихом океаном 26 декабря после пятидневного полета но при этом значительная часть пленки снова была испорчена коронными разрядами технический представитель цру отказывался утвердить кихол 4 номер 26 соответственно к полету до тех пор пока не будут повторены неправильно проведенные предполетные мы видимо климатические судя по термину испытания но этот представитель цру был отстранен или его запрет отменен ой раут ну можно по-разному понимать и термин не расшифровывается там не расшифровывается он руководителем программы а ввс сша это усугубило политическую неразбериху между ввс и национальным разведным управлением более поздние испытания м-27 уже следующее показали что эта миссия также была бы но тоже не вполне успешной но сам сюжет достоин голливуда кстати голливуд неподалеку находится от ванденбурга на военном космодроме при подготовке к запуску секретного спутника офицер цру публично унижен начальником из ввс то есть такие у них взаимоотношения высокие были но люди за дело болели не просто же вы сняли какие-то личные взаимоотношения тем не менее многие данные до последнего запуска кихол 4 мурал 26 оказались полезными си и с помощью материалов и этой съемки были обнаружены объект межконтинентальных ракет бункер ядерного оружия объекта испытания ракет двигателей ракета класса земля-воздух с точки зрения количества фотографий территорий вероятного противника операции корона им считались очень успешными особое значение списке целей для корона кихол 4 уделялись имели ракетно-испытательный центр тюратам как они его называли ну космодром байконур на в период с марта 62 по июнь 63 года фотосъемка производилась ходе 11 миссий корона то есть почти половина кихол 4 они были заряжены в том числе и на байконур не меньшего внимания удостоился ракетно-испытательный центр капустин яр владимировка ну неважно пусть называют его так 12 миссий короны были сосредоточены на фотографировании его тоже но мы понимаем что когда один аппарат от снимает пол территории советского союза может точнее понятно что они только сср снимали безусловно там кроме этих объектов много что еще попадало в объектив но тут надо понимать что и погода не всегда позволяла то есть привозят пленку она собственно облаках в облаках понятно да в ходе восьми миссий проводили съемки и последующие сравнительный анализ позиционных районов пво москвы и противоракетного испытательного центра сарышаган вот они там вот анализировали чем там здание эти отличаются инфраструктура любопытно очень всего дважды за 62 63 год как ни странно где холл-4 снимала северодвинск как они у себя писали военно-морскую базу и завод 402 ну впрочем в северных краях хорошая погода бывает редко поэтому может снимали то они и больше снимков получили в итоге не так уж много довольно активно то есть в восьми миссиях коронок и холл-4 снимали заводы в ссср по производству взрывчатых веществ и испытательные полигоны ракет двигателей твердого топлива есть все эти названия локации координаты но здесь мы их приводить не будем зачем желающие могут увидеть почитать первоисточники система мурал сохранила высокую степень надежности работы достигнутую с помощью предыдущих поколений камер корона поэтому собственно к фотоаппарату к самому претензий то было мало но мы помним индексная камера там радиационный туман все такое к самим панорамным камерам претензий было немного всего с 27 февраля 62 по 21 декабря 63 года из 26 запущенных ки холл-4 коронки холл-4 24 достигли орбиты ну то есть два на орбиту не вышли 23 вернули на землю капсулы 20 капсул были обнаружены 19 в воздухе 1 море 2 капсулы затонули судьба еще одной капсулы неизвестно вот ну хорошо если к нам попали ну не факт и 27 спутник мурал находился в резерве как запасной для системы преемника ну последующий g1 об этом потом поговорим но так и не был запущен таким образом чуть-чуть можно подытожить программу на примере ки холл-4 мы видим что противник развивал разрабатывал системы космической разведки широким фронтом стимулируя параллельные проекты разной степени сложности но находившийся в одну в одномоментном конечно на разных этапах развития кихол-4 в этом контексте оказался ну как бы успешным этапом всей программы корона перед определившим перспективы ее развития на последующие десятилетия вот на этом можно было бы закончить как-то уж очень бравурно получается к негадость надо бы напоследок сказать ну ладно бог с ним может сказать конечно неудач много но это натуральный творческий технический поиск накапливание опыта которые дальше преобразуются в успешные миссии без этого никуда негативный опыт возможно он стоит даже дороже положительного потому что ты когда у тебя что-то получилось ты можешь не быть уверен почему у тебя так получилось хорошо а вот когда ты набираешь негатив ты понимаешь так делать нельзя вот так нельзя вот так нельзя вот так нельзя это ценно если государство там соответствие заказывающие подразделения там министерств профильных могут себе позволить параллельно работать по нескольким проектам в одном направлении из них выбирать лучшее потом что-то там одно с другим мы этот термин по следующей передачи упомянем я сейчас не буду его называть когда идет совмещение нескольких разных технических как бы школах нескольких конструкций это значит что ты тем самым можешь выйти на оптимальную траекторию развития если ты не можешь себе это позволить упираешься в одну концепцию в одну конструкцию в одного генерального в один коллектив который может быть уже находится на излете своего то сети и выграть творческая продуктивность число попыток потому что тебя просто нет денег например да вот это все пробовать и ты становишься заложником этого самого коллектива который может быть давно пора разогнать поэтому сохранять конкуренцию конкурентность в военно-космической сфере как бы это кому там хотелось не хотелось но и совершенно необходимо это об этом говорит история об этом говорит практика в том числе и нашего вероятного противника отчего то они отказались что-то положили в долгий ящик и в дальнейшем использовали спустя там 12 или спустя 10-15 лет об этом и тоже поговорим когда-нибудь откуда взялись выросли ноги оптика электронной разведки сша у кихова 11 тоже есть предыстория начинающая с 50-х годов так вот вот эта этапность вот это видение перспективы это возможность возможность и навык вовремя увидеть перспективное направление переключиться на него и она определяет и направление как бы технического прогресса с одной стороны а с другой стороны эффективность решения задач который ставит ставит время ставят руководство страны и вот эта вот мудрость военно-технической политики это то чего можно и нужно пожелать мы прямо ну что же не нашим врагам у нашему руководству точно спасибо большое очень интересный выпуск получился возможно не для всех но заинтересованных темой я думаю очень интересно спасибо спасибо тем кто досмотрел спасибо всем традиционно кто нас поддерживает приходите на спонсор оформляйте подписки для канала это очень важно спасибо до свидания до гостюдарин товарищ Продолжение следует...